Доброе утро! Сегодня пятница, 29 мая. В эфире первого Балтийского канала информационный блог «Доброе утро, Таллин». У нас в гостях в старейшин района Мустамя, Лауре Лац. Доброе утро! Доброе утро! Закончилось уже чрезвычайное положение в стране, но тем не менее, я думаю, что вам, как и другим старейшинам, пришлось корректировать летние планы, мероприятия и формат этих мероприятий. Но все же, все начнется очень скоро. 1 июня, День защиты детей. Я знаю, что у вас уже запланирована программа, но будет она проходить в онлайн-режиме? Действительно, у нас будем отмечать 1 июня этот большой праздник, и у нас очень насыщенная программа. И действительно, в этот раз, в этом году у нас будет он проходиться в онлайн-режиме. И, может, я зачитаю тут некоторые такие в программе события. И программа у нас начинается в 11.00 и заканчивается в 17.30 концертом. Будет у нас выступать такая группа, как Around the Sound. И начинается у нас в 11.00, и наши детки могут слепить вареники в нашем ресторане украинском «Хуторок». То есть, можно будет посмотреть, что называется, мастер-класс и самому дома готовить параллельно вареники? Точно так, да. Я думаю, у нас уже ингредиенты подготовлены, значит, меню, и он уже, можно его найти на нашем сайте или в Фейсбуке. Так что, ребята, кто хочет научиться лепить вареники, сейчас уже идите, посмотрите, какие ингредиенты нужно подготовить, чтобы вы уже в понедельник в 11.00 были готовы к всему этому. И удивить своих родителей и своих друзей. Ну, вот это самое главное, по-моему. Ну, помимо лепки вареников, что еще запланировано в этот день? Ну, например, у нас начинается в час научное шоу программы «Фокус наук». 14.30 будет собеседование с нашим молодежью. Будет такая группа. И, опять же, в полчетвертого будет у нас в онлайн-жижеме молодые будут давать информацию, как в летнее время попасть на работу. Это тоже актуальная тема. И еще хочу напомнить, вот в этот же день можно участвовать у нас в викторине. И викторина у нас будет с 3 до 21 часа, с 9. И, конечно, будут призы, как всегда. Так что обязательно участвуйте. Эта информация можно найти и на нашем сайте, и на Фейсбуке. И, конечно, она опубликована в нашей газете. Насыщенная программа запланирована на 1 июня. Ну, а что касается остального лета? Ну, конечно, опять же, из-за этой ситуации, что у нас было, не будет у нас настолько насыщенная программа за все лето, как в прошлом году было. Но мы постарались затронуть наших молодых, пожилых и маленьких деток. Мы подготовили фотоконкурс «Лето в Мустаме». Обязательно, опять же, участвуйте. У нас был фотоконкурс «Весна». Очень популярный конкурс. Был, опять же, очень большие подарки были или призы. У нас, как и в прошлом году, будут проходить тренировки по ходьбе в нашем мяни-парке. Наши детки могут каждую субботу в периоде лета наслаждаться аниматорами. У нас будут такие утренники. Опять же, вся эта информация можно найти в газете. Я могу сказать, что вот в этих утренних будет маленький сюрприз тоже. А сюрприз у нас будет сладкий. И будем продолжать работу с молодыми. Будем открывать, как сказать, кафе молодежи. Можно, мы будем вести с работы с ними. И знаете, у нас очень много молодежи. Сейчас, я думаю, летнее время, поскольку они все равно выйдут к нам. И поскольку сейчас за границу невозможно просто ехать, за счет того их будет больше. То есть, вы предлагаете молодежи работу? Мы предлагаем работу. Это касается... Мы сейчас с 1 июня планируем взять себе молодежь на работу. Их где-то примерно 20-25 человек. И на благоустройство. Как и в прошлом году, у нас были бригады молодых. Они достаточно хорошо справились. Нам понравилось. И за счет их и наш район был намного чище. И в этом году мы поступим так же. Так что предоставим молодым работу. Ну и, конечно, ждем от молодых, чтобы они привели наш район в порядок. Спасибо за информацию. Лауре, успехов вам. Спасибо. Информационный блог «Добрый утро», Талин подошел к всему завершению. Напоминаю, что у нас в гостях был старейший на районе Мустамяя Лауре Лац.